привет всем пчеловодам и любителям со стажем сегодня снова я на пасеке приехал проверить что да как да еще не всех пчел пересадил надо пересадить в чистые улей улей готовы чистые вот первым делом конечно же я иду это пополнить поилки не во все но через одну поилки я добавляю пищевую каменную соль буквально по ложечке чайной вот чокам нужны минералы вот и они сами сколько надо возьмут это первым делом что делаю на пасеке то есть немало важно чтобы пчелы не изнашивались далеко не летали а все было рядом поилки надо на пасеке нужны поюшки и одну поилочку я ставлю с добавлением марганцовки немного марганцовки добавляют пчелки кстати очень охотно берутся для профилактики ставлю такую пару соленых парус чистой воды пчелки охотники уже с утра за водичкой прилетают причем как мы видим вот такие старые пчелки им доверяет летать за воду и вот они уже черные стершиеся все постирал пушок с них им доверяют такую миссию как носить водичку вот липки мы посажены начинает уже просыпаться между ними я посадил кусты желтой акации тоже начала просыпаться это осенью посадил вот какая красота липки принялись пошли между ними между ними вот желтая акация вот так вот аллейку я засадил а вторым рядом пойдет белая акация вот они сейчас решил еще посадить аллейку аморфы вроде живы такую влажную тряпочку их обернулась в принципе посмотрим что будет главное чтоб корень вот видно что зеленые живые еще посмотрим сейчас посадим и куча семян у меня еще то есть буду еще и семена сажать аморфы 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 Читал про Аморфу, что очень определитливая горность посадки. Так, посадил я Аморфу, подготовил себе нужные мне инструменты, которые пригодятся мне при смене, мульев, дымарь, стамеска, возможно, вощина, рамки с вощиной для расширения и, собственно говоря, приступим. Погода сегодня теплая, но пчелы ведут себя беспокойно. Опа, ставим чистый гламурный голубой угли на его место. Так, и займемся пересадкой. Начнем. Так. У меня стояли для выборки рамки. Сейчас их мы уберем. Так, вот она, абсолютно чистая рамка. Чувак, стряхнем. Новые угли. Рамку выбрали. И убираем. Раздали. Пиво у нас пустая была. Вторая рамка. Вторая рамка с медом. Ее я распечатаю сейчас немножко и оставлю, чтобы они ее выбирали. Челки. Так. И вторую сторону. Пчелкам послужит в качестве подкормки. Ее ставлю с краю. Северная сторона у меня. Здесь сегодня ветер южный, поэтому тепло. Вторая рамка. Полномедная. Вот. Так зимовали. Корма у них достаточно. Ее поставим. Пчелки. Поставлю. Диафрагму. И что получается? Получается, что только вот еще. еще одна. Полномедная. Вот так вот перезимовали пчелы. Даже до меда не добрались. Ну, в принципе, это хорошо. Только, значит, куда надо полномедных сокращать. Сокращать. То есть, в принципе, пчелы еще засела нету. Матка еще не пошла засевать. Сокращать. Сокращать. Так. Еще одна медовая рамка. Видимо, это еще тоже. Увидим за диафрагму. Еще. Ученики на ней активно сидят. Так. Далее. Тут уже пошла насыщенная. Насыщенность пчел обсаживают хорошо лампу. Так, видим, перговая, ну вот перговая, медовая перговая идет. Должно быть, сейчас должен быть засев. Работаем аккуратно, чтобы, не дай бог, матку не повредить. Так, вот хороший засевчик, печатный расплод, рамка полная. Пчелы обсиживают хорошо рамку. Так. Далее тоже мы видим с засевом рамочка. И с однодневным муд, с яйцами. Матка, вижу, можно подключить вот здесь. Так. Пока пчелы ведут себя не агрессивно. Это хорошо. Сейчас нам прикроем. Куда их пересаживаем. Вот матка. Можем увидеть ее. Метка уже с нее сползла. Маточка. Рамка с расплодом. Аккуратненько. Рамка с расплодом. На этой рамке надо аккуратненько. В общем, будьте аккуратненько. Так. Еще рамка с расплодом. С пчелой на выходе. Должна быть еще. Все это закрывать. Должна быть перговая рамка. Медовая перговая. Без засева. Что сейчас мы сделаем? Сделаем следующее. Ранней весной главное не переборщить с расширением. Я сейчас решил, то есть обещают, что будет холодно, я решил расширить сейчас сушью. То есть, чтобы не сильно охладить гнездо, правильно поставить сушь. Сейчас я немного ее сушью смачиваю легким раствором марганцовки. Пчелы заодно водичку выберут, почистят себе. И эту рамочку я ставлю там, где начинается расплод. Убираю диафрагму. Убираю эту медовую. Она у меня будет рамка закрывать. Завершать, вернее сказать все это. Так, диафрагма сюда. Медовая. Рамка медовая. Первовая. Потом вот у нас должен пойти расплод. Но перед расплодом я расширяю на одну сушь. Сушь прогрелась, она у меня была улья на солнышке. То есть мягенькая. Потом у нас идет немного расплода. Это мы делаем для того, чтобы не перехладить расплод. И семью, чтобы она не заболела. Это летом можно вставлять там вощину, сушь, по центру, куда угодно. А весной погода изменчива, обманчива. Нужно быть аккуратным. Ставить по чуть-чуть. не спешить с расширением. И ставлю медовую. Нет, что-то я... Убираем, значит, вот эту. Диафрагма. Не умещается мне. Первую поставлю. Так. Эту рамку я им поставлю сверху, потом покажу, как это сделаю. То есть идет у меня. Еще раз. На улице 20 градусов. Ветер южный. Приятно работать. И так ставлю крайняя, у меня будет медовая. Потом перговая. И получается я расширил на одну сушь эту семью. Расширяем мы тогда, когда видим, что пчелы занимают все улочки. Тогда можно расширять. Все, прикрываю их. для этого. Для этого мы с лееночкой. если чрезмерно охладить гнездо то можно подцепить такую болезнь как аскефироз ставлю второй корпус для того чтобы поставить рамки чтобы они их выбрали качестве подкормочки поставил второй корпус и ставлю эти рамочки чтобы они вот и все утепляем их челки сами разберутся вот такое донышко после зимовки они уже там почистили себе то есть здесь уже мертвых чего нету осталось мне теперь почистить этот улей будет готов к следующей пересадке чистенько и СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну вот, пожалуй, все. Сеуля заменил, почистил, помыл, пересадил, где, возможно, было дал по рамке суши, где нужно было. Вот и все, в принципе. Всем удачного старта. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok